Привет! Недавно мы рассказывали про этот автомобиль, построенный на базе Land Cruiser 78 для экспедиции. А сейчас расскажем про другой автомобиль, который тоже построен на 78-м Land Cruiser, но для охоты и рыбалки. Сразу должно оговориться, что этот автомобиль пришел к нам не новый, он 2012 года выпуска и он был доработан другой компанией изначально. На нем стоял бампер ARB, стояли силовые пороги, стоял багажник, шнорхель, лифт-комплет, подвески. То есть кое-какие вещи были сделаны. Но наша задача была увеличить внедорожный потенциал и первое, что мы сделали, заказали бортовые редукторы Тибус из Германии и установили на этот автомобиль. Вот так вот видно визуально разницу на порталах и обычная стандартная Toyota на 34-х колесах. То есть не совсем стандартная, тоже завышенные колеса, но при этом видно глобальную разницу по высоте и размеру. Несмотря на то, что машина на портальных мостах, на портовых редукторах и на больших колесах, нам удалось добиться нормальной управляемости, нормальной тяги. И немножко не хватало коробки с этим двигателем, поэтому поменяли главную пару мостов на более тяговитый. И сейчас все идеально. Вот я еду совершенно нормально, без всякого рыска, неписи, его поставили еще хороший демппер. И заправляюсь машиной на трассе в пределах 100-110 километров абсолютно отлично. Погода у нас сегодня, конечно, не такая морозная, как была в предыдущей две недели. Сейчас оттепель, снег поседает, он довольно плотный и ехать по нему легко. Но при этом вот выйдем сейчас немножко за пределы города и расскажем про машину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, немножко попали в канавку. Под снегом оказалась лужа. Отсюда нам сейчас так на надутых колесах не выехать, поэтому немножко стравливаемся. Вот система подкачки, которую мы здесь установили, она полностью автоматическая. Кнопки программируются, есть кнопка топ, песок, грунт и асфальт. Они могут быть запрограммированы на любое давление. И система автоматически выставляет это давление во всех колесах. Вот сейчас я задал песок, и они стравливаются до давления 1 и 2. А можно спросить, почему дальше не едем? Ну, я засадил машину на брюхо. Соответственно, теперь будем тестировать лебедку по полной программе все. Я, правда, немножко не одет по этому самому. Ну ладно. Хотел быть просто оператором, а нифига не получается. Она была белая, чистая, светлая, как невеста. Тут попутно еще бревно лежит. В общем, колея такая, как будто бы трактор выезжал. Ну, без приключений у нас не обошлось. Немножко засадили, заодно проверили лебедку. И сейчас вот отлично видно, что такое кибусовский маски. То есть, бортовые редукторы, ставится масштабный мост. Вот видно сам хорошо редуктор. Все дополнительные крепления, тяги. Дисковые тормоза тут от Гелендвагена, суппорта от Гелендвагена. Сам привод усиленный. Все это идет в комплекте с Тибусом. Тибус это известная в Германии компания, которая делает на многие внедорожники свои портальные редуктора. Бортовые, если правильно сказать, установили на эту машину. За счет чего получили просвет дополнительный 14 сантиметров. К этому мы смогли еще установить большие колеса. На лето мы установили колеса Максис 38,5. А на зиму вот такие вот новые Максисы. Это новинка на рынке России. Максис Разорате шипованный. Что интересно, в 37 размере. На летних диски идут Тибусы, тоже разборные, с внутренним бедлоком. Потому что сами редуктора позволяют установить центральную подкачку колес. Здесь она реализована. Вот видно крышки. Под крышками спрятаны шланги подкачки. Они уходят в бортовой. И потом на ресивер и на систему управления внутри кабины. В дальнейшем эти диски мы тоже заменим на разборные Тибусы. А летние уже стоят. Диски Тибус разборные. Вот как раз летнее колесо 38,5 Максис. На дисках Тибус. Здесь видно, что он разборный. По кругу разбирается. На две части. И внутри двухсторонний бедлок, который полностью распирает по крышку. И не дает ей разбортироваться на любом давлении. Даже на нулевом. И видно подкачку. Вот она уходит. Колеса получились сильно здоровые. Пришлось немножко доработать калитку, которая стояла на этом бампере. Во-первых, сместили немножко ступичную часть, чтобы перенести колесо. И доработали саму калитку. Механизм оборудован специальным цилиндром, который нивелирует разницу в углах поворота двери и калитки. Также для доступа на крышу, на багажник, была изготовлена вот такая лесенка в дополнение к штатной ступеньке. По этой лесенке вполне можно забираться наверх и что-то там привязать на багажнике. Сам штатный багажник тоже был сначала изначально алюминиевый. Немножко коротковат он заканчивался вот в этом месте. Мы добавили вот такую секцию, тоже алюминиевую. Покрасили его полностью в булет-лайнер. Это защитное покрытие. Так же, как и расширители, которые мы установили для защиты от грязи. И силовые пороги. И вот такую защиту переднего крыла, который мы тоже изготовили, установили и покрасили в булет-лайнер. В салоне тоже была немножко доработана машина. То есть, в первую очередь были изначально установлены лебедки, а мы к ним добавили дистанционные пульты, радиопульты кумаповские. Как я уже говорил, поставлена система центральной подкачки автоматической полностью. Разделитель масс по лебедкам, то есть, отключение лебедки задней, отключение передней, отключение обоев. Здесь общее давление в компрессоре системы. Так как здесь еще интегрированы подушки задней подвески, то, соответственно, вот управление идет подвесками подкачкой подушек. Здесь интегрированы подогрев и вентиляция сидений. Сидения тоже установлены комфортные. От Мерседеса купе с регулировками, с дневным подкачками. Очень комфортные и удобные для поездок. И к тому, что они от купе, они еще дополнительно вот так вот складываются. Можно их отодвинуть и залезть назад. Помимо задней двери. Сзади салон практически остался без изменений. Только отделка алюминиевым полом, которая была тоже сделана до нас. И мы, сняв полностью всю обшивку, сделали шумоизоляцию и гидроизоляцию салона. Ну и, конечно, в отличие от стандартного дизеля, который состоял, здесь была рядная шестерка 4,2 литра. Это такой тракторный двигатель, который тянет, но при этом не едет вообще. Этот бензиновый едет абсолютно по-другому. И он может нормально ускорять эту тяжелую машину на порталах. Вот видно, совершенно хороший прием. Коробка работает идеально. Передач вполне хватает и пока работает. КОНЕЦ 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 Получился вот такой вот автомобильчик. Довольно интересный, на мой взгляд, с большим просветом, с хорошим внедорожным потенциалом. И очень удобный именно для использования в локальных местах. То есть не в перегоны по трассам где-то, а именно в локальных охотничьих угодьях. Доехать до заимки, довезти охотников или вывезти добычу. КОНЕЦ